В театре «Радуга» впервые показали спектакль тростевых кукол «Золушка». Премьера прошла в рамках партийного проекта «Единой России» и театры малых городов. Помимо Люберецкого, субсидии получили еще 13 театров из 12 муниципальных образований. «Радуга» существует с 2000 года, являясь единственным в своем роде театром в Люберецком округе. В рамках проекта «Театры малых городов» уже были поставлены два спектакля. «Новые приключения Буратино», «Вифлеемское чудо» и теперь заключительный из цикла постановка «Золушка». Спектакль очень сложный, очень тяжело нам достался. У нас новые необыкновенные куклы, это тростевые куклы. Это очень трудная работа, и мы работали напряженно. Все эти три спектакля, особенно последние, но спектакль получился красивый, хороший. Красивые куклы, сказочные декорации, казалось бы, все так просто. Но за кулисами в этот момент идет тяжелая, невидимая зрителю работа актеров. Стоять по несколько часов с поднятыми руками, озвучивая куклу и отыгрывая сцену за сценой. А все для того, чтобы юный зритель поверил в чудо. Надо двигать головкой вот так вот, так она разговаривает, вот так ходит, ручкой двигать. И, конечно, трости, чтобы жестикулировала кукла. Я очень люблю свою работу, несмотря на то, что есть свои трудности, как и в любой другой работе. Но это замечательно и интересно, работа дарить радость детям, людям. Благодаря партийному проекту «Единой России» театр теперь имеет возможность принимать на спектаклях людей с ограниченными возможностями здоровья. Территория оснащена пандусами, информационными табличками для слабовидящих и специальными микрофонами для людей со слабым слухом. В Московской области на постановке примерных спектаклей театром в малых городах из федерального бюджета выделено около 47 миллионов рублей. Деньги можно потратить на обновление спектакля. Также в будущем это можно будет и увеличение материально-технической базы, и технического, технологического оборудования. Данный проект, я надеюсь, что он будет и в следующем году. Поэтому мы надеемся, что подключится не только театр «Кукол Радугов-Томилин», но и другие театры на территории округа. Реализация партийного проекта «Единой России» театра малых городов рассчитана до 2019 года. Главная его задача – следить за сохранностью и жизнеспособностью муниципальных театров малых городов. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.